Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас наступил декабрь, сегодня 2 декабря, и самое время напомнить об прекрасной инвестиционной возможности, которая наступает в конце года. Это ИИС, или Индивидуальный Инвестиционный Счет. Поэтому сейчас я решил снять видео про индивидуальный инвестиционный счет, что это такое, и с чем его едят, и почему он настолько выгодный. Итак, индивидуальный инвестиционный счет – это такой специальный режим, который введен в нашей стране. Он касается только граждан России. Ну, в данном случае граждан России. В других странах есть свои индивидуальные инвестиционные счета. И только граждан России. Сейчас вы поймете, почему. Потому что он дает льготы по подоходному налогу. Подоходный налог у нас называется НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Так вот, режим ИИС, он позволяет либо полностью вернуть до определенного предела НДФЛ, который вы уплатили в течение прошедшего года, либо второй вариант, о котором я чуть расскажу позже, либо не платить НДФЛ с дохода, полученного от торговых операций на бирже, на брокерском счете. Итак, что такое индивидуальный инвестиционный счет и как его открыть? Дело в том, что индивидуальный инвестиционный счет – это биржевой счет, но со специальным режимом. Он дает льготы и, конечно же, он обязывает нас к чему-то. К чему он обязывает? Когда мы открываем индивидуальный инвестиционный счет, мы берем на себя обязательство не снимать с него деньги в течение как минимум трех лет. Вот это важная штука. Если мы хотим закрыть его, забрать свои деньги, они никуда не денутся от нас, то эти деньги мы можем забрать, но полностью закрыв индивидуальный инвестиционный счет. То есть он, в принципе, не предусматривает снятие денег какого-то поэтапно. Снять деньги, возможно, только целиком, закрыв счет. И три года – это минимум, как бы говорится. Дальше он автоматически продляется. То есть у меня, например, уже прошло три года с того момента, как я открыл свой индивидуальный инвестиционный счет, я не стал с него выводить деньги. Я просто продляю, потому что пока нет такой необходимости в этих деньгах. Для чего нужны такие индивидуальные инвестиционные счета? Для того, чтобы граждане начали сохранять свои деньги, приумножать свои деньги на брокерском счете. Индивидуальный инвестиционный счет – это специальный режим просто брокерского счета. Значит, он может быть один и только один для каждого гражданина России. Не граждане России не имеют права, потому что это льгота от государства российского, ну, по уплате НДФЛ, понятно, да? Вот, поэтому только граждане России открывают индивидуальный инвестиционный счет. И что важно, что важно то, что льгота получается, то есть мы можем вернуть деньги, НДФЛ, который уплачен в течение календарного года. Календарного года, что важно. Смотрите, считается календарный год. Календарный год когда заканчивается? 31 декабря. Поэтому, если вы вносите деньги на счет до 31 декабря, то уже в первый же рабочий день следующего года вы можете потребовать возврат НДФЛ с той суммы, которую вы внесли, но не больше, чем с 400 тысяч рублей. Что такое 400 тысяч рублей? Это если вы получаете белую зарплату за год в течение не меньше 400 тысяч рублей, и вы с этих 400 тысяч рублей, не меньше, чем 400 тысяч рублей, заплатили НДФЛ. Что такое 400 тысяч рублей? Вы можете совершенно спокойно 400 тысяч поделить на 12 месяцев и получите что-то в районе 36 тысяч рублей в месяц. То есть, в принципе, туда зарплата годовая входит очень большого числа граждан. И смотрите, если у вас меньше, чем 400 тысяч, то я не рекомендую вам вносить 400 тысяч, потому что с 400 тысяч вам уже не дадут возврат НДФЛ, а только с той суммы, с которой вы заплатили НДФЛ. Если у вас зарплата черная вообще, или вы числитесь официально безработной, то вам этот вариант не подойдет. Максимальная сумма, я еще раз повторяю, 400 тысяч для того, чтобы вернуть уплаченный НДФЛ. Когда мы платим еще НДФЛ, кроме как, когда мы работаем на работе. Но если вы вдруг сдаете квартиру, и предположим, что кто-то из вас решил легализовать вот эти деньги от сдачи квартиры вдруг, и это тоже подлежит НДФЛу, то есть вы берете и пишете, значит, вот эту декларацию, говорите, что я получил деньги от сдачи квартиры, и я честно вам заявляю, что я получил деньги от сдачи квартиры в размере там, ну, предположим, 20 тысяч рублей в месяц, это получается 240 тысяч рублей. Вот я их получил, пожалуйста, вот я вам плачу, так сказать, налог на доходы с физических лиц, а вот здесь я получаю его назад. И к вам уже никаких претензий. То есть вы безработный, но вы сдаете квартиру, вы задекларировали свой доход, и, значит, вы чисты, то есть вам не надо бояться, что к вам придут, и вас разуют за то, что вы сдаете квартиру нелегально, а за это полагается штраф. Вот. Ну или, например, вы, как сказать, самозанятый или там еще что-то, вот, ну там няня, и где-то, так сказать, работаете то же самое. По закону вы обязаны просто написать декларацию и заплатить 13% от своих доходов, которые вы задекларируете, вы смело можете написать, что да, я вот в течение года получала там или получал 400 тысяч рублей, вот я честный такой вообще, я 400 тысяч рублей получил, и все деньги я ни цента не израсходовал на еду, все деньги просто складывал, ничего не ел, ничего не пил, не обувался, не одевался, и, соответственно, деньги у меня остались, и я их вношу на индивидуальный инвестиционный счет, верните мне, пожалуйста, мой НДФЛ. Запросто можно так сделать, вот, и налоговая не придерется, и все хорошо. Вот такие варианты. Значит, если вы пенсионер, например, то пенсионеры не платят НДФЛ, соответственно, и для пенсионеров это не имеет смысла, если пенсионер не решил вдруг задекларировать сдачу какой-нибудь квартиры, или сдачу какого-нибудь там производственного помещения в аренду, или там торгового центра в аренду, ну, тогда уже, я думаю, что если торговый центр кто-то сдает в аренду, то у него есть варианты, как уйти от налогов, там, ну, там другие варианты, просто как не платить, вот, ну, 13% уж точно там не надо платить. Вот. Второй вариант. Вы не подаете декларацию, соответственно, но тогда вы не платите вообще налог на доходы с физических лиц с тех денег, с того дохода, который вы получаете на фондовом рынке. Это хорошо, но это имеет смысл, если у вас уже, так сказать, там, ну, побольше денег, скажем, вы вносите, там можно выносить уже по второму варианту до миллиона рублей в год. Ну, представьте, если вы получаете, скажем, доходность 300 тысяч рублей, то, ну, 30%, да, то у вас через год миллион 300, а с 300 тысяч рублей вы не заплатите, НДФЛ 13%, тоже очень неплохая экономия. Потом в следующем году вы вносите еще миллион, у вас там уже 2 миллиона 300, и если 30% опять вы получаете, то вы получаете уже 600, сколько там, 690 рублей, 690 тысяч рублей, или 609 тысяч рублей, вот можете посчитать сами, и с 609 тысяч рублей вы уже тоже не платите НДФЛ, поэтому этот вариант лучше для тех, у кого, ну, достаточно много денег, тогда можно вносить каждый год по миллиону рублей, значит, получать там прибыль на брокерском счете, а прибыль на брокерском счете можно получать и больше, чем 30%, можно и 40, и 50, и 100%, и не платить при этом НДФЛ. Вот, ну, почему такие ограничения, там миллионы 400 тысяч, потому что, ну, государство не очень рвется вернуть нам НДФЛ, или, так сказать, ну, освободить нас от его уплаты, поэтому вот такие ограничения, государство решило, что такие ограничения адекватны. Вот, в разных странах такие льготы вводились, и есть, по-моему, до сих пор даже в некоторых странах, такие льготы, это общемировая практика, это нормально, поэтому, друзья мои, вот сейчас прямо заканчивается, еще раз говорю, календарный год. Вы можете, если у вас зарплата больше, чем 36 тысяч, пожалуйста, вы можете смело внести туда 400 тысяч рублей, и в начале января потребовать себе назад 52 тысячи рублей. Вы очень спокойно можете посчитать, что 13% от 400 тысяч – это 52 тысячи рублей. И налоговое, значит, налоговое, что вы пишете в 3НДФЛ так называемой форме? Вы пишете, все справочки вам поможет дать брокер, вот, вы пишете в 3НДФЛ, что вот я, так сказать, 400 тысяч, я имею право на возврат НДФЛ, пожалуйста, верните мне вот на такой счет. И вы пишете там свой банковский счет, там я писал где-то, ну, они предпочитают, конечно, Сбербанк, государство всегда, но, тем не менее, можно написать любой счет, расчетный в российском банке, пожалуйста, на Тиньков, на Тиньков, я получал на Тиньков такую льготу. Но эта льгота у меня была не за брокерский счет, честно говоря, не за ИИС, а за лечение и образование детей, плата на лечение и образование детей, там тоже такая же льгота. Поэтому вот такое возможно. То есть вы вносите деньги на индивидуальный инвестиционный счет, вы их оттуда не снимаете, но получаете от государства 52 тысячи уже на абсолютно такой счет, который вы можете снять хоть завтра, и можете пользоваться, а можете довнести туда же на индивидуальный инвестиционный счет, а можете на обычный брокерский счет. Как открыть индивидуальный инвестиционный счет, я вам покажу сейчас прямо. Ну, смотрите, вот сайт demetkovyur.com, вот видите, вот demetkovyur.com, биржа для чайников. Вот здесь вот есть кнопочка «Модельный портфель бесплатно». Вот что такое модельный портфель? Я рекомендую просто всем открывать ИИС по тарифу «Модельный портфель». Вот открыть счет «Модельный портфель». Смотрите, вот здесь небольшая анкетка, вы ее заполняете, пишете «Подписаться», и вам на почту, на e-mail, который вот вы здесь укажете, вам придет небольшая серия писем. Значит, здесь смотрите, вот очень внимательно посмотрите. На вашу почту будет сначала письмо для активации. Вы там нажимаете кнопку, активируете, и получаете несколько писем о том, что такое «Модельный портфель», о том, как он работает, о том, как открыть брокерский счет, как открыть индивидуальный инвестиционный счет, как пополнять брокерский счет бесплатно, как выводить деньги с брокерского счета, с минимальной комиссии. Все это абсолютно бесплатно. Итак, друзья, я рассказал вам, что такое индивидуальный счет и как его открыть, поэтому ссылочку вы увидите в описании к данному видео, demetkov.com, повторяюсь. Пожалуйста, вот такая простая вещь, 13%. То есть вы вкладываете деньги, через 3 месяца получаете 13% от того, что выложили. Очень хорошая сумма. Через 3 месяца, не через год. Ни один банк вам такого не даст. Через 3 месяца вы получаете 52 тысячи, это 13% от 400 тысяч рублей. Классная штука. Доступна только в конце года. Сейчас декабрь. Думайте. До встречи. С вами был Деметков Юрий. Деметков Юрий. Продолжение следует...